Темнеет За слово истины высокой Голгофский крест предвидел он И чувством скорби возмущен Отцу молился одиноко Отец, отец, душа моя в немой тоске изнемогает Картина будущего дня мне сердце кровью обливает Я знаю, этот день придет На жертву отданной народу твой сын божественный умрет Умрет за общую свободу Отец, отец, пусть чаша эта минует сына твоего Мне горько видеть злобу света за искупление его Но если твоему народу позор мой славу принесет Пускай за общую свободу сын человеческий умрет Молитву кончив, грусти полные к ученикам он подошел И увидав их сон, спокойно сказал им Встаньте, час пришел Оставьте сон свой и молитесь, чтоб в искушение не впасть Тогда вы в вере укрепитесь и с верой встретите напасть Сказал, и тихо удалился туда, где прежде плакал он И новой скорбью возмущен, опять он плакал и молился Отец, ты в мир меня послал, но сына мир твой не приемлет Ему любовь я завещал, моим глаголом он не внемлет Я был врачом его больных, я за врагов моих молился Но надо мной Иерусалим, как над обманщиком глумился Народу мир я завещал, народ судом не угрожает Я в мире мертвых воскрешал, но мир мне крест приготовляет Отец, Отец, пусть чаша эта минует сына твоего Мне горько видеть злобу света за искупление его Но если кровь нужна святая, чтоб землю с небом примирить То вечный суд благословляя, на крест готов я восходить И снова тайной грустик полный к ученикам он подошел И видав их сон спокойный, сказал он Встаньте, час пришел Сказал, и снова удалился Под тень смоковницы, оливы там колено преклонил На землю пал он и молился Отец, Отец, мне тяжело Мой ум колеблется, темнеет, все человеческое зло На мне едином тяготеет Позор людской, позор веков Все на себя я принимаю Но сам под тяжестью оков, как человек изнемогаю Отец, спаси же свой народ Дай мне на подвиг укрепление И сын твой с радостью умрет Великая жертва и примирение И руки к небу он поднял И весь в молитву превратился Огонь лице его сжигал Кровавый пот по нем срылся И вдруг с безоблачных небес Эдема блеска окруженной Явился в сад, уединенный Глашатой Божьих чудес Был чуден взор его, спокойный И безмятежно, и светло Подушевленное, чего Элик сиял, как полдень знойный И близ учителя он встал И речью свыше вдохновленной Освободителя вселенной На славные подвигы укреплял И в это чудное мгновение Как был он истинно велик Каким огнем одушевления Горел его прекрасный лик Как ярко отражали очи Всю волю тверду его Как любовались на него Светило бледной полуночи И вдруг учителем сказал Вставайте Близок день печали И час предательства настал И звук мечей остроконечных Сад Гевсиманский пробудил И отблеск факива у зловещих Лицо Юды осветил Аминь Субтитры подогнал «Симон»